Всем привет! С вами магазин Тульский игромания от Павла Луханова, меня зовут Влад и сегодня такой экспериментальный больше ролик, потому что я буду обозревать баян, значит, трехголосный, семирегистровый, многоатембровый, кусковой, но думаю, что звучание меня удивит, раз уж есть у нас такой баянчик, грех на него не записать ролик. Я на нем не играл, не знаю, как он звучит, я, честное слово, первый раз держу, вот, поэтому давайте посмотрим, как это все здесь выглядит. Ну, с внешней точки зрения баян большой, то есть вот мое туловище, ну вот реально все мое туловище, прикольно. Перламутровые правые кнопочки, левые тоже перламутровые, и мне кажется, да, они увеличенные, здесь, мне кажется, механика другая, нежели у баянов Тула 209-210 ученических, да, вот, есть либровка левого ремня, итальянские лидеринные ликеровые уголки, цвет меха у нас есть, обдушник, кстати, цвет меха у нас белый, написано Тула металлизированными буквами, вот, семь регистров, трехголосные, здесь у нас регистры повторяются, не повторяются, сейчас я посмотрю. А, нет, не повторяются, а как это так? Реально не повторяются. Ну, ладно, настроен в унисон, скорее всего, потому что давайте ощутим, как это звучит. Бас. Бас. Весь корпус дрожит. За счет того, что здесь у нас корпус большой, бас прям он мощный, прям, даже если сделать такой же бас, например, на гармошке, не будет так звучать, хотя голоса такие же, тот же наклепщик, тот же настройщик, да, но, нет, не будет звучать. И, кстати, из-за того, что корпус большой, бас звучит мощнее, да, то есть он там крутится, крутится, крутится и выходит, вот такой вот мощнец. Ну что ж, здесь у нас уже сколько рядов, шесть рядов. Я, честно, не знаю, и никаких технических характеристик, сколько здесь басов влево. Вот, здесь у нас больше кнопок. Это чисто ролик экспериментальный, чисто мое мнение, как это все здесь выглядит. Давайте послушаем, сыграем что-нибудь такое. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Блин, класс! Блин, ну как, что я могу сказать? Блин, классно, понятно. Правая рука чем-то похожа на, если мы делаем, например, на Тула 209 или 210, соотношение голосов баритон-тенор, да, то есть обычно у нас соотношение голосов на баяне два тенора. Вот, и мне кажется, оно слишком какое-то высокое, вот, и звучит, но это баян, да, то есть баянное звучание, так и должен звучать баян. Но, когда заказывают, и люди хотят более такой мясистый звук, я говорю, соотношение голосов давайте сделаем баритон-тенор, и тогда у вас будет прям хороший мясистый звук. Особенно, если мы это делаем на баянчике 46 на 80, да, там как раз-таки самых низких нету, самых высоких нету, то есть сбалансированное такое, да, то есть на чем играют люди больше всего в тех октавах, и, соответственно, прям очень хорошо получается. Если мы берем, например, Тула 210 или 209, то внизу у нас, ну, прям слишком низко выходит, вот, соответственно, ну, не играют люди, вот, но при этом здесь вот, то есть в средних октавах, прям добротное такое звучание. Еще если в розлив сделать на баритоне, оу, здесь немножко увеличено, на баритоне розлив меньше чувствуется, вот, если сделать чуть-чуть увеличенный, вообще кайф. Давайте еще сыграем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, не гармошка, конечно, тяжко, левая рука устает. Я по привычке тяну как гармошку, то есть сильно, вот, еще пытаюсь что-то, ну, она, блин, тяжелая, конечно. С точки зрения механики и отдачи звука, прям добротно, ничего не скажу, прям хорошо. Здесь у нас есть по регистрам пиколка. Здесь соотношение, кстати, голосов, это баритон, тенор, пикола. Вот, у нас есть отдельно пикола. Да, то есть, смотрите, то есть у нас пиколка ведет. И уже начинается заново октава. Да, по тенору такого, конечно, нет. Дальше у нас есть отдельно баритон, да. Соседи шут. Жигуль завелся. Я представляю, какой там голос. Вот, она раскрываться начала. Блин, ну и... Меня, как гармониста, немножечко тянет сделать ее в розлив. Но это будет лютый эксперимент, если сделать ее в розлив. Ну, скорее всего, на баритоне будет делаться. Вот, ну а здесь мне неинтересно, как сделать на вот таких вот низких голосах розлив. Как это будет звучать. Ну да, да. Ну, короче, вот как-то так. Что я могу сказать? На этом баяне надо уметь играть. Вот, то есть, это не для любителей баян совсем. Хотя, люди порой заказывают у нас там гармошечки многотембровые, да, там, цельнопланчные, с мастерами первого класса планки. Да, но, по сути, человеку, ну, не нужна такая гармония. Вот. Но он все равно хочет. Это как вот мечта. Вот я недавно исполнил свою детскую мечту. Я собрал себе компьютер. Очень дорого. Собрал себе компьютер. Самые лучшие комплектующие сделал. Вот. Но это вот как ачивка. Как гешталь, который надо было закрыть. И вот то же самое, наверное, у людей с гармошками. Вот. По сути, у меня то же самое. То есть, я хотел у себя гармошку с планками мастера первого класса. Я купил себе гармошку с планками мастера первого класса. И вот здесь вот, наверное, точно такая же ситуация. Если тут у кого-то есть незакрытый гешталь по поводу баяна, то вот у нас есть трехголосный баянчик в унисон настроенный соотношением голосов-баритон-тенор-пикал. Но это, блин, баянчик меня позабавил. Вот. Но я бы, как человек, который концертирует, все-таки бы заказал себе инструмент 46 на 80. Ну, трехрядный, пятерядный, на самом деле, неважно. Вот. Сделал бы соотношение голосов-баритон-тенор, настроил бы в розлив, поставил бы в медиа-систему. Вот что бы я сделал. Вот. Потому что, не знаю, думал все про медиа-систему на, значит, на гармошку, но... Знаете, гармошка должна оставаться гармошкой. Вот. А медиа-систему на баянчик, как вот экспериментальный концертный баян, это прикольно. Вот. Но мои эмоции положительные от этого баяна. Он у нас есть. Как вариант, можно приехать поиграть, ощутить, что это такое, ощутить, что такое баритон-тенор. Вот он как раз сейчас включен. По сути, если мы берем баритон-тенор, он будет так звучать. И здесь еще включается как бы пиколка, можно. Не знаю, как на камере слышно, но здесь вот прибавляется абертона и прибавляется голос, слышно его. Вот. И если прям очень громко играть, да, если прям вот громко играть, то его прям очень хорошо слышно. Вот. Но мне кажется, что баритона-тенора достаточно. Если брать, например, Тула 209, либо 210, либо 7746х80, или 46х80. Для тех, кто не знает название, вообще какие-то слова непонятные говорю. Переходите в наш каталог ВКонтакте. Вот. Там есть образцы Тула 209, 210. Вы поймете, чем отличаются. Там есть описание. Вот. И 7746... Ой, 46х80 есть там тоже. Вот. Поэтому переходите. И, может быть, подберете для себя какой-нибудь баянчик или гармошку, вдруг вы гармонист. Да. И, соответственно, звоните по номеру телефона, который сейчас указан на экране. Проконсультируем. Вот. И, может, дополнительно сыграем вот на этом баянчике. Ну, блин, он тяжелый, конечно. Зараза. Но как-то так. С вами был магазин Тульский гармония от Павла Уханова. И меня зовут Влад. Всем пока.